Всем привет! С вами канал Космостар. Первая же ее роль в кино принесла ей невероятную популярность и стала визитной карточкой в конце 1980-х годов. Анастасию Ягужинскую из Гардемаринов называли одной из самых красивых актрис во всем СССР. Но на пике популярности Татьяна Лютаева вдруг уехала из Москвы и более 10 лет почти не снималась в кино. После долгой паузы она смогла не только вернуться в профессию, но и стать одной из самых востребованных актрис. Что стало причиной этого перерыва и где пропадала Ягужинская столько лет, далее в нашем обзоре. Татьяна Лютаева родилась в 1965 году в Новой Каховке, а вскоре после этого ее семья переехала в Одессу, где она и выросла. Ее отец был геологом, мать, психиатром, логопедом, и родители даже представить себе не могли, что их дочь станет актрисой. В школьные годы Татьяна занималась спортом и стала кандидатом в мастера спорта по прыжкам в высоту, а также училась в музыкальной школе по классу скрипки. Увлечение театром появилось позже, когда Лютаева поступила в театральный класс. Тогда она еще всерьез не задумывалась о том, чтобы связать свою будущую жизнь с актерской профессией. Но однажды в Одессу приехал Алексей Баталов, проводивший в городах Украины и Белоруссии первый тур экзаменов во ВГИК, и Татьяна за компанию с подругой решила принять участие в конкурсе. К своему удивлению, она с успехом прошла вступительные испытания и была зачислена на курс Баталова во ВГИКе. Режиссер Светлана Дружинина обратила внимание на Татьяну Лютаеву на ее выпускном спектакле, после чего пригласила ее на пробы в свой фильм «Гардемарины. Вперед!». Молодая актриса оказалась единственной дебютанткой, и на съемках ей приходилось очень непросто. В первых своих сценах она просто повторяла все, что показывала ей Дружинина. А в эпизоде, где Брилье давал пощечину ее героине, ей никак не давалась нужная эмоция. Тогда по совету режиссера Михаил Боярский влепил Лютаевой настоящую оплеуху, с тех пор, по словам актрисы, она готова пустить слезу на съемочной площадке при первой же необходимости. Все эти усилия оказались не напрасными, фильм имел невероятный успех у зрителей, а дебютантку назвали «Открытием года». На экранах Татьяна Лютаева и Сергей Жигунов выглядели идеальной парой, и зрители тут же приписали им роман и за кадром. Никто не подозревал, что сердце актрисы на тот момент уже было занято, во время съемок финальных эпизодов она была на седьмом месяце беременности. Этот факт удалось скрыть благодаря пышным платьям. Еще во время учебы во ВГИКе она познакомилась со студентом режиссерского факультета Олега Самдитковскисом и вышла за него замуж. А во время съемок в Гардемаринах ждала от него ребенка. В 1987 году ее дебютный фильм вышел на экраны, а в 1988 году родилась дочь Агния, которая впоследствии пошла по стопам матери и тоже стала актрисой. Сразу после выхода Гардемаринов на экраны Татьяна уехала вместе с мужем в Вильнюс, его родной город. Всем ее коллегам такой поступок казался безумием, ее карьера была на взлете и решение уехать в этот момент было равносильно творческому самоубийству. Но в своем выборе Лютаева не сомневалась ни секунды, на первом месте для нее была семья. К тому же к своей славе актриса относилась очень спокойно. Однажды она рассказала, как после премьеры Гардемаринов долго готовилась к выходу в город, думала, что поклонники ее тут же начнут атаковать на улицах. Но тогда ее никто не узнал. Сначала она расстроилась, а потом стало смешно, и я успокоилась на всю жизнь. К тому же ее муж не разделял общих восторгов по поводу ее успеха и не считал способности супруги выдающимися. Поэтому Лютаевой удалось избежать звездной болезни. После переезда в Литву актриса выступала на сцене Вильнюсского русского драматического театра, где стала ведущей актрисой. В общей сложности она посвятила этому театру 13 лет жизни, сыграв в спектаклях «Укращение строптивой», «Идиот», «Дядя Ваня», «Приглашение на казнь», «Три сестры». Время от времени ей поступали предложения от кинорежиссеров, и она снялась в нескольких фильмах, в том числе в продолжении ее первой картины «Виват», «Гардемарины». Однако от большинства предложений актриса отказывалась и позже об этом не жалела, ведь в 90-е годы кинематограф переживал кризис, и стоящих работ выходило очень немного. Брак с Дедковскисом вскоре распался, после того, как Татьяна почувствовала охлаждение со стороны супруга, она не стала терпеть его пренебрежительное отношение к себе и предложила ему развестись. Сохранять семью только ради дочери Лютаева не считала правильным, слишком свежи были воспоминания о том, как ее родители долгие годы жили вместе ради нее. И как только актриса поступила во ВГИК, она отправила две открытки отцу и матери с единственным словом, разводитесь. После развода оба они начали новую жизнь, которая оказалась куда более счастливой. В 30 лет Лютаева вновь вышла замуж за режиссера Ракаса Романа Ускаса, в 1999 году у них родился сын Доминик. Как ни удивительно, и второй супруг не верил в ее талант и не восхищался женой как актрисой. В итоге и этот брак дал трещину, и в 2004 году актриса приняла решение вернуться в Россию вместе с детьми. Тогда она вновь начала активно сниматься в кино и сыграла после своего возвращения уже более 110 ролей в фильмах и сериалах. В 2006 году актриса в третий раз вышла замуж за оператора Дмитрия Мишина, но и этот брак распался спустя 4 года. Сегодня, помимо съемок в кино, Татьяна Лютаева активно занимается благотворительной деятельностью, она входит в попечительский совет организации Центр здоровой молодежи, которая помогает подросткам и молодежи бороться с алкогольной и наркотической зависимостью.